Я не могу огласить список, сколько нашей молодежи сейчас в армии, но в порядке, я бы сказал, чуть более 100 человек находятся на фронте. Для Удин это показатель очень высокий. Я бы сказал, что один из высоких показателей в национальном составе это представляет Удин. Это очень большой показатель для Удина. 100 человек это большой показатель. Но то, что Удины христиане воюют на стороне Азербайджана, это большой показатель. Потому что Карабах для нас очень родной. Это наша тоже искрная территория. Это наше христианское наследие богатейшее. На какое наследие, на богатое наследие армяне сделают себе, как вторую родину. Для нас Удин Карабах особое место занимает, как для азербайджанцев Шуша, допустим. Это родина, где выходцы всех известных композиторов. А для нас Удин, для нас это особый регион, где именно заражался христианство, где именно находится богатейший пласт христианского наследия. Вот это самое главное для Удин. И еще очень интересный момент я о том, где я говорил насчет этого. Один из пяти миликов, велистанских, в Карабахске, был Удином. Разве это не гордость нашего народа? Это известный человек, который имеет очень хорошее, кстати, общение с исламскими, с мусульманскими. И это имел очень большой почетный человек, который для Гулистана имел... Флоренский скульт. Да, ну это, да. Он писательный. Нет, он информацию насчет Флоренского хочет давать, потому что очень интересная информация о Флоренском. Павле Флоренском, известный был, как сказать, христианский теолог. Он очень хорошо описал свою семью. Он потом священником, его в 1937 году расстреляли. Во время, как сказать, в России это и расстреляли. Ну, известный, значит, теологический философ-теолог. Он родом был, родился в городе Кагиевлаве. И он очень хорошо описывал свою роль албанский, вот этот Удинский род. Описывал, очень интересно, что мать даже у него отказалась идти в армянскую церковь. Отказ от армянской церкви. То, что сделали Удин, отказались от армянской церкви, исповедовались дома. И, предлагайте, я покажу сегодня вам дом, у нас время есть. Где-то священник отказывался от своей церкви, мы его реставрировали. Вы это увидите сегодня, конечно, он закрыт сегодня, но есть возможность увидеть его. Можно сказать, что Удины воюют в Карабахе так же, кроме защиты интереса своей родины Азербайджан. Они где-то и воюют за справедливость. За те церкви, которые незаконно захвачены армянским Эчмядзином. Потому что реально, я насколько слышал, даже Ганзасар. Эркф фактически является наследием Албании, христианской Албании. И потом ее армянизировали, сказали, что они говорят... А часть этой паспы, часть паспы, растворился в армянской церкви. Они стали армянинами. То, что мы сейчас увидим, в Карабахе некоторые, часть христиан, которые в армянизировались, не только наследие христиан, сама по себе паспы общины тоже христианизировались. Можно к ним принять обращение. Вот все, отказав, от церкви сохранились. Очень сложный процесс был. Да, это принципиальный вопрос. Это доминация царской России. Мы, удины, христиане, ведем отечественную войну наряду с нашими соотечественниками. Некоторые люди за рубежом неверно говорят о том, что это война мусульман против христиан. Это не так. Мирно живущие в Азербайджане, представители разных религий, сегодня воюют во имя своей родины, чтобы прекратить, наконец, армянскую оккупацию, сказали они. У меня два сына, оба служат сейчас в армии, освобождают наши оккупированные территории от армянской оккупации. Старший участвовал и в апрельских боях, гордо рассказывает один из членов удинской общины. Удин и села Нидж еще рассказали о том, как армяне захватили и армянизировали их культуру и веру. Не только наследие, но и некоторую часть населения. Основная часть удин растворились и стала армянами под доминацией армянской церкви. Фактически наша община была передана на растерзание армянам. Удин и села Нидж остались и отказались от армянской церкви, и сохранили здесь свою культуру и веру. Субтитры создавал DimaTorzok